Продолжаем тематику роликов Повседневные будни или ни о чем Это особенно любимая тема для хейтеров Сегодня у нас на повестке дня Это переселение Если вы помните, недавно мы Обработали, продезинфицировали Курятник Подготовили его К зиме уже И вот сейчас будем переселять туда Фокси Чиков в клетке И декалбов Кстати, декалбу вы доели? Доели вроде Все, да, они подъели Как раз я их держал немножко До конца дня их не кормил С тем, чтобы они подчистили остатки В этих клетках И как раз, чтобы в новые клетки их заселить И они уже там, туда насыпать им корм Чтобы они уже там, знаете, принялись за еду А потом уже так вот обживались Наверное, сейчас с фоксов и начнем Что такое? Что такое? Что-то яйцо съела, что ли? Зубик у нее такой Жиденький Может, свое яйцо сожрала? Давай ты тоже Поехали! Так Вперед Там тесновато будет Прошли бабы Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка, ну-ка Не честные? Да, вот и тесновато клетка будет Как думаешь? Да, наверное, да На сколько здесь оставить? На три На три? Да Да Как бы-то у нас здесь, в принципе, пять Уживались без проблем Но они худеют Они худеют, да Полтора раза Куда ты? Фу Ладно, пока оставим их Сейчас решим, подумаем Кого из них на пол отселить В принципе, такая птичка, да Которую жалко держать в клетках Ну, крупная она, тяжеловатая Все-таки для клеток Она со временем и сетку приведет в негодность Вот сетку я поставил новую Это все-таки не декалбы Ну и такая птичка, которая все-таки на Лучше было бы держать лесообразнее на полу Сейчас будем переселять декалбов Декалбы в этой клетке у нас сидели временно Это временно дается им такое подменное жилье Пока у них ремонт в квартирах происходил У нас там ротация в клетках происходит Да, я вот хочу вам показать Я собирал тут яйца Яйца декалбов И яйца фоксичиков Смотрите Вот это где-то грамм 65 Это грамм 60 62, наверное, где-то так Вот это вот тоже в районе 60 Ну, вот это вот 57 где-то 55, 58 где-то вот так вот Мне кажется, чуть меньше 60 Ну, есть вот такие Хотя, в принципе, птица уже давно разнеслась Вот Я это к чему говорю Что вот эти вот куры Декалбы Они весят полтора от силы Кило 800 Даже кило 800 Наверное, там нету И фоксичики Два с половиной Наверное, килограмма точно там есть Может, даже уже по три Потому что очень тяжеленькие То есть И вот это, кстати, мы с Ириной ветровой У нас было такое Такое вот небольшое обсуждение Она говорит, что очень хорошие несушки Надо оставлять Действительно, несутся хорошо Но вот Рентабельность у этой птицы У мясо-яичных кроссов Существенно ниже, чем у У кроссов несушечных Поэтому, если у вас возникает вопрос Кого оставлять на яйца Однозначно берите кросс-несушку Типа декалба Птица маленькая Ест мало Но яйца несет крупные Если же вы оставляете Мясо-яичного кросса Типа фоксичика Да, есть яйцо Но самое главное Там вкусное мясо То есть, пока вы птицу содержите Она вам несет какие-то яйца Вы ее там забиваете То есть, ну, как бы, знаете, так С половинки на серединку Ну, самый, мне кажется Самый-самый Самый главный плюс фоксичика Это ее мясо А вот яйца Это, знаете, как Побочный такой Положительный аспект Побочный Так, ну, теперь поехали Девки Так, ну, поехали Упокойно Иди сюда Все, попалось Поехали Так, а теперь Клетка Для декабов Да, вот, кстати Новая абсолютно практически Вернее, после рестайлинга Даже свет у вас ездит Смотрите Благодаря тому, что я Плотно подогнал, видите, дверки Я использовал здесь всего лишь один шпингалет Ну, вот так попеременно можно открывать их Прикрыл лампу для того, чтобы они ее не снесли Потому что был такой за ними грешок Это суперники у меня здесь содержались до этого Они, ну, птица шебутная Лампочку рано или поздно они все равно ломали Сносили отсюда А сейчас А сейчас Вот так вот И, в общем, вот так вот шпингалет оставляем Посерединке И имеем возможность открывать клетку О, да, я, кстати, не додумал здесь еще сделать Надо было ручки Ручки Все, вот так вот Да, кстати, я вот такой вот обогреватель Использую, тепловентилятор Беру именно такой Есть нагревательные элементы С такими мелкими Мелкими ячейками Мелкими сеточками, да? Но я специально беру, чтобы вот Со спиралями Для того, чтобы Для того, чтобы Мусор, мелкий пыль Перо Ну, все вот Весь сопутствующий мусор Который есть в курятнике Чтобы он на сотах Если и забивается Чтобы Минимизировал риск возникновения пожара Ну, вот эти вот Вот эти вот Спиральки чистить гораздо легче Чем Когда такие мелкие соты Которые забивается мусор Здесь просто берем вот так вот Стряхиваем даже И вот этого достаточно Сейчас на улице где-то ночью Опускается до Плюс двух днем Где-то плюс восемь Плюс десять Даже плюс шесть было днем То есть Сыро стоит Сырость на улице Большая, да? И вот Александр мне писал Что подстилку надо Выгребсти Занести новую Он мне дал совет Ну так Как он считает нужным Если вот сейчас В помещении не включить отопление В принципе плесень Ой, плесень Помещение активно набирает Влажность И Подсилка уже активно Пропитывается влагой Вот Опилки Это что это? Ацербент Ацербент, да Который набирает влагу Если вот сейчас Чуть-чуть запоздать С подключением отопления То мы рискуем получить Очаги плесени где-то Поэтому отопление Уже надо включать И птица будет чувствовать себя комфортно И помещение Оно начнет немножко Просыхать Потому что я думаю Влажность Она уже немножко Начала набирать И подстилка в том числе Это вот видно Потому что Вот Вот Она Ну верхняя часть Она взгрыхленная Но ниже Она уже такая Вот более Более такая Спрессованная Сейчас мы подключим Обогреватель Я установил сегодня Терморегулятор Сейчас Так У меня тут специальные Такие зажимы Я делаю Для того чтобы Птица ее просто Не перевернула Не свернула Так Сейчас проверим Так Сейчас у нас Помещение 12 градусов А выставлено На 24 Давайте поставим 11 Почему работает? Сейчас Вот все Подключился Так Поставим на 14 15 16 В принципе Всю зиму Птица у меня содержится Где-то 16 18 градусов На мой взгляд Это комфортная температура Для птицы Но и На затрату энергии Все таки Не так Влияет В общем Надо включать Отопление Мы выращиваем Птицу А не грибы Не плесень Поэтому Надо уже Протапливать Помещение Так Сейчас мы будем Закрепим Все это Более-менее По уму Сделаем Чтобы птица Это ничего не перевернула Вот я быстренько Практически За 5 минут Сделал Навесик Для На тепловентилятор Но это для того Чтобы Для того Чтобы они Свои попы Здесь не пытались Пригреть Потому что Одно время Какие-то хитроумные Птички Здесь Которые полегче Присаживались Вот Я их сгонял Вот Это будет нормальным Как раз таким решением Чтобы они Сюда не могли сесть Уклон Поверхность Такая Что им здесь Никак не закрепиться Так Как курочки Вы обживаетесь Обживается Ну Возможно Я оставлю здесь Трех Вот тут Такая темная Темненькая Есть Вон она Она такая Самая 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 Контактная Самая контактная И самая деловая Среди них Вот Видите Как себя ведет Может ее Я и высажу Отсюда Он уже приседает Да Прибирайся Так Это норма Декалбов Что я узкую Эту сделал Что Голова не проладила Что туда Ты их недооценил Да Впритык Да Надо либо эту пилить Нет Или кормушку Надо ниже опускать Ага Да В принципе Пролазит Но впритык Так Теперь Фокс Пролезает Фокс Они по мне ходят Рассыпая зерно По подстилке Мы используем кур В качестве кротов Чтобы они у нас Перерыли всю подстилку И в принципе Они так и делают Не кротов Плугов А да В качестве плугов Да Вот можно посмотреть Видно Что верхняя часть подстилки Она рыхлая Хотя перед этим Я ее когда обрабатывал Она была вся в комках Вот верхняя часть подстилки Рыхлая Пониже она более спрессованная Но это понятно Потому что подстилка Все таки Вот пока мы не включили Отопление Она активно впитывала влагу Сейчас постепенно Потихоньку Помещение Что пожрать пришли Да Пожрать Пожрать Сейчас потихоньку Постепенно Помещение начнет Подсыхать Вот В принципе Может быть даже Это надо было раньше сделать Ну и подстилка Тоже начнет Сохнуть Я так думаю А когда подстилка Все таки сырая Птица некомфортно Она себя чувствует в ней Она и не купается Вот когда подстилка Уже будет такая Ну по суше Она начнет ее ворошить И глубже рыть Вот сейчас мы сюда К ним еще одну Подселим курочку Из клеток Которая была с фоксичиками Как она у нас Какая-то помесь Брам Посмотрим Как они ее примут Сейчас Вот такая у нас курочка Оформилась Уже смотрите Красивая Сока кур Но она легкая Легче чем фоксичик Действительно Это какая-то Мясная Пару помесь Мясо А ее не поломает? Нет Я ее не поломаю Потому что Малины Малины Несмотря на то Что они такие Вроде Кручную с виду Они легкие Все, давай Подключайся активно В отличие от бройлеров Малины О-о-о Сразу Девку начинает метить Принимать стаи Я так думаю Что со временем Я к ним выпущу В качестве инструктора Наверное Каких-то Кого-то из фоксичиков Потому что Эти курочки Активно Копают землю А может И эти научатся Сейчас Помещение начнет Просыхать Подстилка Ну подстилка Сами видите Она такая темноватая Все-таки Влажность набрала Пока Пока мы тепло Не включали отопление Было сыра В помещении Гигрометр Надо кстати Сюда повесить Гигрометр Для того чтобы Понимать ситуацию Насколько Как выглядит В общем Вот так вот На днях Выйдет ролик Я сделаю ролик Про инкубацию Про закладку Темир меня спрашивал О Пытается уже топтать Темир меня спрашивал Ну что там с инкубацией Закладку сделал Или нет От наших От наших Перемешанных пар Вот Ну и Что там Да Пользуясь случаем Скажу что На этой неделе У нас На этой неделе Не будет Чего там у нас Не будет Стрима Стрима не будет Да Стрима не будет Я работаю Выходные Стрим перенесем На следующую неделю Это скорее всего Будет суббота Со временем Выхода В эфир Определимся Следитесь за сообщениями На канале Ну вот и все Вот ролик Ни о чем Один из Такие периодические Я думаю Буду я сделать Практически регулярно Да Практически регулярно Ролик не о чем Для того чтобы вас радовать Ну все Подписывайтесь Пишите Колокольчик Лайки Дизлайки И все как обычно